Всем привет, с вами Дима Ланапоинт, это Forza Horizon 4, и сегодня я вам расскажу, как получить тачку из Cyberpunk 2077. Да, она тут есть. На самом деле, эта машина появилась еще во время выхода режима Horizon Super 7. И если поискать определенную карточку с испытаниями, где нужно было прописать Cyberpunk, то тогда мы находили вот это вот событие, где можно и прокатиться на этой машине Quadro VTech. Это было до этого, но сейчас все стало намного проще. Мы просто открываем карту, и вот здесь вот у нас находится событие, которое называется NightCity.exe. Дух улиц, уличная гонка. Ну что же, давайте мы на нее телепортнемся и пройдем ее. Одиночная гонка. Вступить в состязание с драйватарами. Начинаем и выбираем абсолютно любую машину, видимо, на которую мы хотим поехать. Но я не знаю, давайте ради интереса возьмем 33 Alfa Romeo Stradale, потому что она у нас тут одна из самых первых. Ну и, конечно же, мы сейчас поедем против машины из Cyberpunk 2077. Я очень надеюсь, что она не в категории X. Она быстрее! Она намного быстрее, чем моя Alfa. LaRacer Horizon. Horizon. Слушайте, вот тут вот вам лайфхак. Надо машину брать определенно побыстрее, потому что она тупо уезжает. Да, нужно брать тачку быстрее. Так, а если я начну... Нет, выйти из заезда. И давайте начнем заново, потому что, ну, да, берите машину быструю. Не делайте такую ошибку, как я. Потому что я не знал, на какой тачке сюда нужно ссуваться. Лучше взять машину в категории X. Потому что у нас вот эта тачка, она в категории X из Cyberpunk. Поэтому делаем проще. Сортировочку. Выбираем X. И вы спросите, на какой машине лучше все проходить. Ребят, я не знаю, какая у вас машина лучше всего едет в категории X. Можно, вон, на SuperVen, например, попробовать его сделать. Но у меня еще плюс стоит уровень драватаров на непобедимый. Поэтому, ну, че, попробуем поехать на Мослере. Ну что же, теперь посмотрим, как она от нас уедет. На Мослере пока что у нас пробуксовка. Но сейчас мы уже его начинаем обгонять. Или, точнее, ее. Потому что это у нас Лайрейсер. Она вроде как девушка была в Хорайзене. И спокойненько вроде уезжаем. Опять же, вы можете просто снизить уровень драватара у себя в настройках. Вам будет полегче уехать от этой машины. Но знаете, что я могу сказать? Я, в принципе, и сейчас даже на своей имба-тачке для этих всех вещей не так и хорошо уезжаю от нее. Вот тут вот я немножечко просрал траекторию. Вот это было плохо. Смотрите, догоняет очень быстро. Реально очень быстро догоняет и достаточно хорошо ускоряется. Я напоминаю, что машина, скорее всего, в категории X. Мы это дальше увидим, когда заберем эту машину. Пока что, да. Все-таки, наверное, поустойчивее тачку нужно какую-нибудь брать. Но, в принципе, Мослер вполне себе с этим делом справляется. Вот проблема в том, что тут нужно брать быструю машину. А быстрая машина в таких резких поворотах, но сложненько, сложненько ехать. Поэтому это явно рассчитано на тех, кто умеет управлять своими быстрыми автомобилями. И никуда не улетает. Смотрите, я немножечко плохо прохожу поворот. И все. И меня сразу он догоняет. Или она. Ну, вы сами поняли, да? Так, Мослер, давай. Я верю в тебя. Я постараюсь никуда не улетать. Так, вот тут вот сейчас будет очень жестко. Потому что там лесенка. Я лучше потихонечку проеду. Да, вот эти вот выступающие лесенки. Они там могут довести до несчастья. Поэтому в этом повороте лучше аккуратно тормаживать. Особенно на быстрой тачке. Блин, Мослер раскачивает. Вот эта вот, конечно, настройка, она немножко печальна. Но, тем не менее, мы приехали на первое место. А, в категории S2 все-таки автомобиль. А я-то думал в категории X. Ну, ладно. Мы немножечко переборщили. Так что, в принципе, можете брать вполне себе спокойно в категории X, а S2. Так, все. Квадр Витех получили. Давайте посмотрим на этот автомобиль. Что, чего он может. Наконец-то у нас появился новый автомобиль на букву Q. А то до этого была только Quartz Regalia. Которая, кстати, тоже нереальная тачка. Эта машина была из Final Fantasy. Как вы знаете, их тут есть две штуки в Forza Horizon 4. Это обычная версия. И версия такая вот, типа Monster Truck. Итак, Turbo RV Tech. 2058 года. Квадра. Ребята, разгон десятка. Категория S1 890. Кстати, почему она была в категории S2 в итоге в этом соревновании, я не понимаю. Ну, ладно. Скорость 7.8, управляемость 8.4, ускорение 8.5, торможение 8.6 на полном приводе. И мотор находится сзади. Лям. Оценочная ее стоимость. Блин, круто. Прикольно, прикольно. Характеристики очень неплохие для данного автомобиля. Вы только посмотрите на этот дизайн. Какая же красота. Вообще странно, что разные игры делают коллаборацию друг с другом. В данном случае у нас же Forza это вообще гоночная игра. И вот такую вот коллаборацию они замутили. Причем, посмотрите, машина достаточно детализированная. Ну, это же просто офигеть. Фары крутые. Прям фары крутые. Ну, и вообще тачка вся такая футуристичная и классно смотрится. В таком вот киберпанковском стиле. Мне особо нравится у нее, как открываются двери. Вы только посмотрите на это. Ну, и внутри салончик, конечно, тоже прорисован вообще как надо. Да, сзади мы можем даже посмотреть на двигатель. И, оу, черт, а как мне на него посмотреть? Подождите-ка. Что? Почему меня не пускают к нему поближе? А, вот все, пустили. Но тут такое ощущение, что это не двигатель внутреннего сгорания. Хотя это он, судя по звуку. Спойлер, потому что, конечно же, можно было в Super 7 вот этом соревновании покататься на этой машине. И там звук от Lamborghini, по-моему. Вот, и здесь, скорее всего, тоже будет звук от Lamborghini. Вряд ли они что исправили. Вот задняя часть, конечно, с турбиночками. Ну, точнее, турбины что это? Фильтры такие. С этими фильтрами вообще, конечно, просто красота. Нереальная красота. Хотя, вот, кстати, могли бы и турбины сюда прикрутить. Смотрелось бы очень круто. Но вот как-то вот так это все выглядит. Блин, ребят, охеренно смотрится же. Ну, круто, что делают такие коллаборации. Все-таки у нас какая-то такая экшн-игра Cyberpunk 2077. А здесь гонка. Гонка и есть автомобиль из этой игры. Ладно, давайте заведем, наверное, двигатель. И послушаем, во-первых, звук. Во-вторых, посмотрим, дисплеи-то вот эти вот все горят или нет. Блин, ну как же круто прорисовано-то, а. Офигенно. КПП, конечно, вообще крутая. Так, давайте заводим. Звук даже как будто не от Lamborghini, а какой-то V-образный от Mercedes, что ли. Звучит странно, но самое главное, у нас все дисплейчики работают. Все приборы, все это есть, все это круто. Блин, мне очень нравятся сидения. Сидения вообще кайфовые. Прям вообще найс. Ладно, давайте тогда в стоке сейчас прокатимся как раз на этом автомобиле. И посмотрим, насколько она хорошо едет. А может быть и не очень хорошо едет. Потому что, опять же, я напоминаю, в этом соревновании там машина была вообще в категории X. А здесь она в итоге не в категории X. Очень странно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как едет. И вау! Слушайте, она очень устойчивая. Она нереально устойчивая. И у нас подвеска прям круто отрабатывает. Хороший автомобиль! Очень даже хороший автомобиль. Я так понимаю, соревноваться он будет всякими различными суперкарами. Которые у нас тут вот, возможно, в игре. Типа Тевиар Цербера. Типа Пагани Зонда. И все вот эти вот автомобили. Слушайте, ну несется вообще найс. Давайте с видом от первого лица. Ох ты ж! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю Киберпанк. Знаете, это такое ощущение, что разработчики ввели специально для тех, кто не успел еще приобрести себе копию игры Киберпанка. И вот, если хотите насладиться хотя бы чуть-чуть этим антуражем этой игры. А игра очень антуражная. Я сейчас потихонечку прохожу Киберпанк. Хочу вам потом о физике автомобилей и вообще-то, в принципе, транспорта в этой игре потом попозже рассказать. Она прям очень эстетична и очень антуражна. Там прям круто. Ну и здесь вот, видимо, для этого всего дела и ввели. Блин, немножечко трафик я тут насобирал. Но, в принципе, тачка едет классно. У нее есть такая недостаточная поворачиваемость, присутствует. Но, в принципе, в повороты она входит хорошо. Так что, что это такое получается? Это новый конкурент Quartz Regali. То есть, в Regali у нас один из тех автомобилей, которые очень часто берут в различные мультиплеерные соревнования. Потому что, ну, много хороших настроек. Тачка едет, в принципе, неплохо. Здесь я чувствую, что тоже потенциал есть, потому что машина, во-первых, устойчивая. Во-вторых, она достаточно хорошо вписывается в повороты. То есть, могло быть все и хуже. Давайте посмотрим, как вот она на круг сейчас заедет. Немножечко оттормаживаемся. Круги это обычно сложное испытание для автомобилей Forza. Потому что дерганная машина начинает на этом кругу дрифтить. Здесь такого не происходит. Quartz едет как прям вот... Точнее, не Quartz, а как он там? Квадро. Квадро едет прям устойчиво. Ладно, что? Заборы насбивали, все насбивали. Выглядит это, конечно, прям вообще... Надо будет шмотки менять теперь у персонажа. Потому что он смотрится максимально оляписто в этой машине. Давайте посмотрим, что там по тюнингу. Модификации и тюнинг. Мастерская. Я не удивлюсь, есть ничего у нас... Ну, нет, смотрите-ка. Что-то все-таки прокачивается. Итак, что мы можем сделать? Мы можем поменять задний привод. На задний привод вот с такой вот широченной резиной сзади. Это... Ну, это в принципе прикольно, наверное. Потому что у нас даже управляемость почему-то становится лучше. Ускорение. Ну, управляемость, ладно, понятно, почему лучше. Потому что, ну, повороты будут лучше ввинчиваться на заднем приводе этот автомобиль. Причем, ну, как бы с мотором расположенным... Ну, тут в данном случае посередине он все-таки не сзади. Так, триможение 8.6. Ну, короче, улучшаются, улучшаются немножко характеристики. Но не так, чтобы прям уж сильно. В основном ускорение улучшается, да. Остальное даже не особо меняется. И скорость еще при этом режется. Разгон тоже. Поэтому полный привод мастхэв. Ну, смотрите, свапа двигателя нету. Вообще никакого. Так, хорошо. Что у нас по резине? Значит, с машинкой бездорожью и для дрэк-рейсинга. Мы можем, конечно же, поменять дисочки. И сделать из нее колхозную лянчу стратос. Почему бы и нет? Да. Да, диски, конечно, сюда, мне кажется, лучше все-таки стоковые оставить. Потому что они лучше всего смотрятся. Но мы можем сделать проставки. Видимо, для хорошего вида колеса и крыла. Да? Чтобы у нас была фитушечка. Вот сзади, конечно, будет перебор, наверное, да? Ну, сзади, да, немножко будет перебор. Резина будет вылезать. Но, тем не менее, это есть. Так, тут у нас мало всего. Что здесь? Подвеску даже можно поменять. Я надеюсь, что там дрифт-подвеску можно поставить. И смотрим. Гоночные пружины по бездорожью. И для дрифта. Конечно же. Конечно же, эту машину можно забубенить дрифт. Но, ребят, я слишком проникся уже киберпанком, чтобы из этой машины делать дрифт-корч. Давайте лучше посмотрим, что там успели наделать пользователи. И, кстати, двигатель прокачивается очень даже хорошо. Тут все есть. Турбины и все, что нужно. Так что давайте загрузим конфигурацию чью-нибудь. Посмотрим вообще, в принципе, что тут успели наделать. С2-998. Серьезно? Я думал, ее в X все-таки можно запихнуть. Но, походу, дела нет. Походу, дело только в том соревновании, который у нас был в Супер-7. Там машина была в X. Здесь же тачка не в X. Вот вы можете сами посмотреть на характеристики. Ну, вот как-то так это все выглядит. То есть, для категории S2 и получше бывают вещи. Потому что, ну, управляемость 8.5. Везде управляемость 8.5 в категории S2. К сожалению. Тест-тест. Уилли. Уже есть вилли настройка. Уже есть 900 рейс. Ну, не знаю. Мне все-таки кажется, при категории S1, она не так хороша, как много других автомобилей. Maxed Dragtune. Ну, давайте попробуем. Ускорение десятка. Всего лишь один балл стоит. Может быть, хотя бы посмотрим. Пуперпанк. Так, Fast. Уилли. S1 Meta. S1 Online. Не, ну, все-таки машину пытаются запихнуть в онлайн. Но, опять же, как я уже говорил, по характеристикам, если посмотреть, в S1 есть намного лучше тачки, тяжеломоргине и так далее. Это, видимо, тем, кому нравится, как управляется этот автомобиль. Ну, короче, чего? Я хочу просто посмотреть в Dragtune, как оно едет. Потому что, в принципе-то, едет неплохо. А вот что с разгоном? Сейчас мы это и увидим. Ну что же, специально для этого я начал заезд Дрека против вот таких вот автомобилей интересных. И отсечка! Отсечка! Блин, слишком короткие передачи. Давай-давай-давай, у тебя получится. Кстати, как вы заметили, я немножко поменял стиль. В стиле Киберпанка решил ее оформить. Непобедимые Дрэватары и... Черт возьми, машина неуправляемая. Меня просто запинали здесь. Так, подождите, это перемотка. Это перемотка. Ну, нужно как-то... Как-то на этом автомобиле аккуратнее стартовать. Но это прям не имба для Дрэга, я бы сказал. Потому что... Надо как-то умудряться еще здесь хорошо в повороты заходить и... Ее уносит! Ее уносит! Блин, камон, давай, разгоняйся, Санина. Давай, давай. Тут отсечка. Нет, ну, конечно, Дрэг-настройка просто ужасная, ребят. Просто ужасная. Еще Дрэватары что-то с ума сходят. Понятное дело, что мы начинаем отрываться. На седьмой-то передаче. Триста. Четыреста километров в час есть. Четыреста восемь. Так, вот здесь мы сейчас можем улететь. Аккуратненько держимся. Вот так вот пролетаем. Ну, блин, она очень странная настройка. Машина очень странно управляется. Никуда, точнее, вообще не управляется. Но зато выглядит красиво. Выглядит красиво и едет по четыреста километров в час. Но это сейчас было максимально странное Дрэговое соревнование. Но, тем не менее, все классические автомобили, которые у нас там были, мы их сделали. Тут Lamborghini Huracan, 488 GTB, NSX. И все вот остальные вот эти вот автомобили, которые у нас вроде как в этой же категории с этой тачкой. Блин, ну, короче, очень странно. Автомобиль такой чисто по фану, чисто для коллекции, мне кажется. Что же хочется сказать об этом красивейшем автомобиле? Смотрится шикарно. То, что это привязано сейчас к хайпу на Cyberpunk 2077, тоже круто. Молодцы. Это вот прям коллаборация века на самом деле. Машина детализированная, машина проработанная. Вы только посмотрите, там даже на капоте вот эти вот штучки прозрачные. Они есть, они прорисованы. Короче, блин, у меня такое ощущение, что эта машина детализирована чуть ли не лучше, чем в самом Cyberpunk 2077. Правда, до этой машины я еще пока в игре не добрался. Так что как-то так. Ребята, я вам показал, как ее забирать. Забирайте. Но я бы не сказал, что это какой-то очень крутой, ультимативный автомобиль. Скорее всего, это просто симпатичная игрушка в вашем гараже. Ну, на которой вы, может быть, изредка будете кататься, но какой-то имбовую ее для определенных соревнований 100% не назовешь. Не, ну, может быть, в С1 она едет и неплохо. Как-то так. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, ставить лайк. Всем пока-пока.